Лига старт Аппетит приходит во время еды, поэтому следует ожидать, что они сегодня поборются за вторую победу. Соперник Кристалл, у которого на данный момент 2 победы в основное время и всего лишь 8 очков, проводит 12-й матч в чемпионате. И сейчас находится в стадии борьбы за попадание в плей-офф. Как я смотрю, команда привезли не очень много игроков на этот матч. В составе Кристалла я вовсе насчитал 9 полевых в составе Рубина. Полные два звена и еще один игрок. Ну что ж, потихоньку команда раскатывается, пока до опасных моментов не дошло. Судейская бригада на нашем матче следующими людьми представлена. Это Александр Максимов и Андрей Степанищев. Хороший пас, может быть интересно. Ударная позиция, бросок. Отражает шайбу Вячеслав Бондаренко. Борьба за воротами. И Николай Владаш пытается выбросить шайбы из зоны. Препятствует этому защите Крубина Станислав Поросятиков. Ну вот, потихоньку, полегоньку команда начинает обкатываться. И уже первый действительно интересный момент создали хоккеиста Рубина. Ну и кстати, давайте пробежимся по составам. Ворот защищает с Рубина. Начинаем Артем Випридский. Начинает у нас в воротах. 31 номер. Михаил Шувалов не приехал на игру. Момент еще и шайба в воротах Евгений Тарасов. Сольный такой проход. Дерзкий достаточно, который завершился броском. А закончился голом. Сдобивание того же Евгения Тарасова. Счет у нас открыт. 1-0. Полторы минуты прошло. И уже шайба побывала в воротах Кристалла. Позвновилась игра. Носков. Рубин сразу же сходу в следующей смене пытается увеличить преимущество. И борьба у нас завязывается в нейтральной зоне. Шайба прыгает, мечется. Остается у Хохлова. Хохлов по лиму флангу. Финт, бросок в ближний угол. Сработал сейчас Бондаренко. Вратарь Кристалла. И будет отложено удаление у нас. Как развиваются события. Некогда даже состав. Озвучить. Ну что ж, удаление у Кристалла. Владимир Аравин 2 минуты получил за подножку. И сейчас у Рубина есть прекрасная возможность для того, чтобы еще забросить шайбу. Посмотрим. Сироткин закрыл зону. Зацепин отдал передачу налево. Бросок и перед собой отбивает шайбу Бондаренко. Добивание от Зацепина. Шайба пока в игре остается. И успевает Сироткин закрыть зону. Аккуратно отыгрывается он с Максимом Тарасовым. И Кристалл выбрасывает шайбу. И все-таки состав Рубина. Станислав Поросядников 5-й. Владимир Смагин 7-й номер. Вадим Носков играет под 15-й номером. Евгений Тарасов автор единственной заброшенной шайбы. Капитан команды 25-й номер. Далее Андрей Кохлов 33-й. Валерий Смагин 55-й момент. И нет, Бондаренко на месте. Сергей Сироткин 68-й. Игорь Зацепин 77-й номер. Александр Попов 88-й. 91-й Максим Тарасов. И Андрей Авдонин играет под 4-м номером. Меньше минуты уже остается Рубину на то, чтобы реализовать численное преимущество. Пока пару опасных моментов они создали. Но, как понятно, не сумели что-то большее придумать. Сироткин. Пас на правый фланг. Перевод в центр. И тут же заброс шайбы на Максима Тарасова, который достаточно быстро набрал скорость. Скинул передачу на Сиротки. Ударная позиция не попадает толком по шайбе сейчас в защите Крубина. И снова Кристалл разряжает обстановку. Состав Кристалла защищает ворота Вячеслав Бондаренко. Сергей Шаматов номер 2-й. Это уже полевые игроки пошли. Николай Гладаш номер 3. Иван Покшин капитан команды 8-й. Роман Макаров 10-й. Илья Мочалов 13-й. Анатолий Скопинцев 22-й. Денис Азовцев 27-й номер. Антон Воропаев 37-й. И Владимир Аравин 41-й. И, как я уже говорил, в девятером сегодня Кристалл играет. Ну, посмотрим, как они справятся. Преимущество, в принципе, у Рубина в плане состава, да, количество полевых игроков только 2 человека. Но, с другой стороны, всегда сложно играть на любом уровне в неполные 2 звена. Кто-то, как мы понимаем, всегда должен при смене, да, оставаться на льду. Дорабатывать вторую смену подряд. Время у нас вот-вот закончится удаленного игрокам. Какие-то там десятые секунды остались. И на истечении четвертой минуты первого периода счет у нас 1-0 в пользу Рубина. Кристалл. Кристалл. Прямо сейчас играет в полном составе. Выстрелили они в этом меньшинстве. Ну, атака продолжает. Рубина. Бросок. Бодоренко спокойно клюшкой играет. Отыгрыш хороший на защитника Смагин. Что это, пас или наброс ни то, ни другое, непонятно. Шайба замывает воздух и оказывается у Смагина бросок в ближний угол. Шайба уходит с лицевого борта на левый фланг и пытается уйти кристалл в контратаку. Не получается. Хороший прессинг демонстрирует Рубиновый. Хохлов. Хохлов. Нет, потерял. Ну, как вы теряло. У него отобрали шайбу. И устремляется вперед пасом Роман Макаров. Борется с ним с защитой Рубина. И достигает определенных успехов. Зацепен. Легко обыгрывает с помощью борта соперника. Врывается в зону. И наносит бросок. Встретил Гладаш. Этот залп с помощью клюшки. Шайба по-прежнему зацепена. Хорошая скорость. Резкий пас на партнера. И атака прерывается. Сейчас Рубинов. Попытка контратаковать. Скопинцев врывается. Да, такой на оперативный простор. Но до шайбы добраться ему не удалось. И Виприцкий зажимает шайбу в своих руках. Остановив встречу. Шайба упала на лед. И устремляется в нейтральную зону. Очень хорошая скорость у Максима Тарасова. Блестящий момент. Бросок. И штанга играет вместо вратаря. В ближнюю девятку метил. 91 номер Рубиновых. Попал. Но попал только в штангу. Покшина. Очень жестко. С ним, да. Сейчас работает в отборе. Но в пределах правил. Максим Тарасов. Отыгрывает за ворота. А там. Поросятников. Помогает ему Зацепин. Зацепин ошибается в своей зоне. Бросает сразу же после перехвата нападающий Кристалла. По-моему, Аравин это был. Не успел заметить номер. Но не попал. Сироткин. Снова достаточно плотно играет с капитаном Кристалла. Разобрали, наверное, да, сейчас Рубиновые. Перед матчем с кем особенно бдительно стоит действовать в обороне. Проход. Бросок в ближний угол. Шайба отскакивает на дальнюю штангу. И подбор за Кристаллом. Но шайба все равно оказывается у Рубиновых. Зацепин. Как он легко набирает скорость. Диву даешься. Очень хорошая конькова подготовка у этого нападающего. Пас на подкат защитника к синей линии. Возвращение шайбы на противоположный фланг. И отбивается Кристалл. Шайба идет точно в створ ворот. Разумеется, там Веприски не позволил ничего сделать. Шайбу он оставил партнером. Седьмая минута у нас заканчивается. Счет 1-0 в пользу Рубина. Прострел резкий на Хохлова. И что? Может быть сейчас получится что-то у Кристалла. Таких вот хороших бросков уже в створ. Особенно давненько я не видел в зоне Рубина. Скопьинцев не добрался до шайбы. Но Покшин его страхует в нейтральной зоне. Хохлов. Андрей самостоятельно тащит шайбу. Обыгрывает. Нет, не обыграл. Покшин очень цепко сейчас действовал в нейтральной зоне. Отобрал шайбу. Но развить атаку после этого перехвата не сумел. Пас на вход по центру площадки. Неточным оказался. Хохлов оставил шайбу. Носков. Выбрасывает его по дегонали. Но там никого кроме игрока Кристалла. Кристалл, Рубин. Ну прям как вывеска ВХЛ. Не правда ли? Если кто не знает, в высшей хоккейной лиге есть два клуба. Кристалл из Саратова и Тюменский Рубин. Ну сейчас борьба такая же плотная. Как и ВХЛ. Команда в принципе равная по силе. Но вот их, скажем так, потенциальная сила и мастерство. Они конечно очень сильно урезаны тем, что в неполные составы привезли оба коллектива. Максим Тарасов. Бросок. Очень и очень не точно. Контроль продолжается. Зацепен. Скоростной Зацепен ругается. И отдает передачу сейчас на пятак. Так, адресата не оказалась на этой передаче. Парапай пытается прорваться сквозь. Редуты плотной обороны. Рубина не получилась. Тарасов. Скидка на пятак. Бросок. Бандаренко. Захватил шайбу. И вот только сейчас ее отдал в сторону арбитра. Возобновляется у нас игра. Сейчас Андрей Степанищев бросит шайбу на лед. И Рубин, в принципе, да. Вот первый период очень даже хорошо ведет по счету, да и по игре. Они гораздо интереснее смотрятся соперника. Вынужден кристалл играть вторым номером. И пока, в принципе, судя по всему, все идет по плану. У хоккеистов в темной форме. Здесь только вот сейчас ошибки не надо совершать. Покшен плотно играет за Цепиным. И шайба ускакивает прямо в сторону Дмитрия Тарасова. Старшего тренера хоккейной команды Рубин. И сейчас он высказал защитник. Видели, да, так пальцем помахало в адрес пятого номера. Это было, поскольку он чуть было не обрезался через пас в своей зону. Но обошлось. Что касаемо тренерского штаба, то у Кристалла два человека. На тренерском мостике Сергей Паршин в роли главного тренера. И помогает ему Виктор Соломахин. Бросок классный. Добивание не состоялось. Работает Смагин сейчас на своем пятачке. И еще одна атака нет. Макарову бросать не дает. Очень плотно в центре своей зоны обороняется Рубин. В ход зону бросок выше перекладины. Шайба на лицевом борте остается. Здесь моментиши и шайба ворота. Как забыли Евгения Тарасова. Защитники Кристалла остается только догадываться. Дубль делает капитан Рубина. Да, вот так вот, можно сказать, в концовке первого периода удваивает преимущество свое Рубин. На одиннадцатой минуте это случилось. И Кристалл выглядит каким-то обескураженным. Сейчас сразу же нарываются они на атаку. Момент бросок в дальний. Ну, на противоход сейчас пошла шайба. Да, тем не менее, завершилась она голом. 3-0 Такой накдаун сейчас переживает Хоккеисты Кристалла. Первая шайба, да, их расстроила. Вторая сейчас Вовсе, наверное, лишила крепости стояния на льду. Ну что ж, Рубин, понятное дело, идет вперед. Столкновение. Максим Тарасов отличился заброшенной шайбой под номером 3. В общем, чета Тарасовых сегодня ведет игру к победе своего коллектива. Покшен из-под давления давал пас на правый фланг, но там никого не оказалось из партнеров. Сироткин долго принимает решение. Покшен бросок встречен защитой. И Покшен борется, а Сироткин не уступает ему в борьбе. Шайба выбрасывается. Вроде бы на проброс, но Бондаренко вступил в игру, поэтому проброс не будет зафиксирован. Поскольку было касанием вратаря Кристалла. Здесь рикошет, но, разумеется, вратарь Рубина справляется. Убрасывание в зоне Рубина. выиграна Рубина. И сейчас они с помощью линии защиты пытаются вырваться. Нет. Бросок и шайба запрыгивает в ворота. Обрезались защитники и до этого. Но прощал их соперник, да, либо шайба все-таки после вот этой вот ошибки оказывалась на крюке партнера. А вот сейчас явно через пятак выбрасывали шайбу защитники Рубина. И к этому оказалось готово нападение Кристалла. 1-3. Абсолютно ненужная шайба. В ворота Рубина сейчас была заброшена. Ненужная в плане рисунка игры. Рубин ее, по сути, самостоятельно привез в свои ворота. Анатолий Скопинцев отличился заброшенной шайбой. Ну что ж, может быть, интрига еще и не ушла из нашего матча. Ответили игроки Кристалла заброшенной шайбой. Но все равно сейчас, понятное дело, проигрывают минус 2, да? И поэтому интересно посмотреть, как они собираются форсировать события в концовке первого периода или докатают спокойно до перерыва. Сил не безграничные, напомню, всего лишь 9 человек полевых в составе Кристалла. И сейчас разряжает обстановку Вячеслав Бонаренко зажав шайбу ловушкой. Возобновилась игра Сироткин сбрасывает передачу на правый фланг. Владаша яростно борется и отбирает шайбу. Ошибает сейчас Владаша дает передачу на соперника и снова атака сейчас может позиционная получиться у Рубина. Зацепин активен этот нападающий в первом периоде. Сироткин наброс на ворота и шайба чудом не попадает в ворота. Ничего не видел Бонаренко здесь пас на подкат до Зацепина не дошел до адресата. Сироткин дает пас в разрез по нейтральной зоне и чуть было не совершил он потерю но чуть было не считает сам Зацепин борется с Покшиным а дает передачу уже в падение на Максима Тарасова Тарасов уходит направо бросает влево Гладаш самотвежно работает в защите блокирует этот бросок и Кристалл отбивается. Касание было сейчас показывает Александр Максимов и поэтому проброса не будет. Назначено нельзя было входить в зону сейчас с Кристаллом положение в Нигра зафиксировано бросок в нейтральной зоне. Возобновилась игра и последняя минута первого периода у нас началась Кристалл пытается атаковать в итоге ошибается в нейтральной зоне бросок и шайба попадает в ворота отличился Носов нет Носков прошу прощения 15 номер воспользовался он замешательством соперника в нейтральной зоне и убежал почти один в один на свидание с вратарем бросок оказался не берущимся для Вячеслава Бондаренко 4-1 уже к концу первого периода в нашем матче Возобновилась игра последние секунды у нас тают третьего вернее не третьего а первого периода на моментище Макаров бросок гол вот это да на 6 шайб в первом периоде а он еще даже и не думает заканчиваться 2-4 24 24 секунды остается до конца первого периода у нас 2-4 кристалл борется и пробрасывается Рубин хотя нет поспешил от своего думи Александр Максимов показывает на нейтральную зону следовательно бросок стоит в ней положение негры всего лишь было у Рубиновых Середкин отыгрывается через борт в адрес туда в направлении Максима Тарасова не получается 2-1 на всем перерыв под номером 1 начинается в матче Рубин Кристалл все готово к началу второго периода в матче Кристалл Рубин счет по истечении первого отрезка нашего матча 4-2 в пользу Рубиновых по счету понятно что очень результативный получилась первая третья матча и судя по всему хоккейст не собирается останавливаться на достигнутом здесь классный бросок получился у Покшина Випридский справился и атака у нас идет по левому флангу зацепен бросок при входе в зону неточным оказался еще один наброс шайба у Вячеслава Бондаренко так вот лениво поймал он ее в ловушку и остановил встречу возобновилась игра и шайба выскакивает в нейтральную зону достаточно неожиданный отскок был от борта я даже сказал нелогичный бросок и еще раз демонстрировали свою ловкость игры ловушкой Вячеслава Бондаренко возобновилась игра выграно вбрасывание кристаллом Владаж пытается уйти из-под прессинга не удается ему это сделать бросок от синей линии неточным оказался и шайба остается в зоне Азовцев ворвался в зону отдал передачу на Романа Макарова Макаров пытается прорваться вперед и падает сейчас с носков но шайбу выбрасывает из своей зоны не будет проброса пас в центр на Романа Макарова дальше на Азовцев Азовцев из-под защитника наносит бросок Випридский на месте ну вот сейчас мы наблюдаем то что у кристалла на втором периоде появилась какая-то нацеленность на ворота старается не бросать ну не то чтобы при любой возможности но вот так вот когда удается вход в зону да и даже там пас на противоположный флан то следует бросок наброс то есть видимо тренерский штаб объяснял полевым кристаллам что без бросков не будет голов а так как шайба у нас в борьбе уходит на скамейку запасных кристаллов а так как они почти не бросая по воротам рубина да сумели все-таки забросить две шайбы то увеличение активности и агрессивности на ворота соперника может скажем так повысить шансы на заброшенные шайбы под номером 3-4 и может быть и далее посмотрим сейчас кристалл пытается выбраться из своей зоны делает это простым способом выбрасывать шайбу через правый фланг Макаров пытается обойти Сироткин и это ему удается но Зацепин страхует своего партнера и вот так вот выбрасывает шайбу из зоны можно играть арбитры это достаточно ясно дает понять Авропаев нашматов не сильно отправил шайбу Сироткин на подборе пас интересный долго готовился бросок подкатил Азовцев и заблокировал его контратаку по правому флангу Роман Макаров цепляется к нему Зацепин но ненадолго направилась шайба от синей линии в сторону пятака но Сироткин был на месте и не позволил шайбе дойти до опасной зоны борьба в нейтрале Зацепин объехал всех рандеву с вратарем было успешнее для нападающего Рубина 5-2 Игорь Зацепин делает счет у нас своей команды да преимущество в три шайбы Ну что же продолжается матч Носков ошибается и пошин бросает отражает этот опаснейший бросок Виприцкий игра продолжается не сумел закрыть зону защиты Кристалла и устремляется вперед Носков передачу по диагонали в угол зону атаки отдал он на Евгения Тарасова тот нашел передачей защитника но бросить не удалось борьба Равин Равин заютился засуетился да сейчас в своей зоне не смог развить атаку пасом в итоге потеря прострел через пятак бесхозным остается отверх на сеней линии мягкий пас вперед столкновение все в пределах правил борьба и в итоге шайба оказывается у нас в положении вне игры остановка выигранное набрасывание рубина и Сироткин направляет шайбу в нейтральную зону зацепен пас очень хороший на Максима Тарасова тот придумывает нет все-таки отдал передачу очень хорошую на зацепена чуть-чуть не хватило семь седьмого номера чтобы добраться до нее и оборона кристалла в лице Романа Макарова нападающего вот такую передачу через борт дает Азовцев завозился с обработкой шайбы и только вторым темпом может попробовать кристалла провести атаку Макаров отбирает шайбу Усмагина нетипичным способом и контратак у нас по правому флангу в исполнении рубина пас в разрез замкнуть не удалось эту передачу наброс еще один бросок на вал такой Поросятиков залп и шайба оказывается в воротах неуверенно сейчас играл Бондаренко сложилось впечатление что заградили ему обзор Слизал Поросятиков принимает поздравления от своих партнеров счет становится 6-2 на пятой минуте второго периода да плюс 4 преимущество делает Рубин и Сергей Сироткин ассистировал своему партнеру по обороне в этой шайбе еще один бросок и шайба в воротах Евгений Тарасов хитрый делает да расклеился сейчас Вячеслав Бондаренко 8-8 15-25 гол и тайм-аут берет сейчас стрельский штаб Христалла ну понятно от чего только им удалось более-менее выровнять игру как тут же получили они ряд пробоин не придется от номера 25 команды команды писали берем все-секундные пилизы Прошли 30 секунд, отведенные на тайм-аут. И все возвращаются на свои игровые позиции, в том числе и вратарь Рубина. Что ж, 2-7 Кристалл уже даже не к середине второго периода проигрывает со счетом 2-7. Ну, играть-то еще очень много, поэтому, может быть, и сумеет выровнять игру для начала, да, Хоккеиста Кристалла. Борьба там у нас на пятачке. Макаров всячески выталкивает Носкова. И шайба под номером 8 влетает в ворота. Снова Бонаренко оказался не готов к этому броску. Сейчас, говоря, не обратил внимания, кто забросил шайбу. Сейчас давайте дождемся официального заявления от судей информатора. Субтитры делал DimaTorzok Евгений Тарасов, отличие от заброшенной шайбы, это уже покер у него сегодня. Четвертая заброшенная шайба. Ассистировал ему Александр Попов, 88-й номер. Защитник. Ну что ж. Вбрасывание у нас в нейтральную зону переносится. Редеют у нас сейчас трибуны, да. Но это связано не с тем, что уже интрига упала в матче Дональдзе, да. А тем, что большинство зрителей составляли команду, из которой следующий выйдет на лед. Напомню то, что в следующем матче игрового дня. Открыто первенство города Липецка. Лиги старт 5 марта запланирован между вежливыми людьми и деловой Россией. Рубин сейчас устремляется в атаку. Пас на Сироткина. Вот игрок на левый фланг. Очень интересный. Максим Тарасов протыкает шайбу. И Мондаренко сейчас пытался сыграть клюшкой. Не получилось. Шайба пошла в дальнюю штангу. Просятников. Равин. Ошибается сейчас защитник. Перехват Максим Тарасов. Далеко отпускает шайбу. И уходит он за ворота. Воропаев его прессингует. Резкий вираж. Максим Тарас избавляется от опеки. Отдает передачу на пятак, куда открывался Сироткин. Перехвачена она. Зацепен. Лихо убегает от опекуна. И... Врывается в зону достаточно спокойно. Но не видел он того, что его партнеры уже находились в зоне. Положение вне игры зафиксировано. Возобновилась игра. Шайба упала на лед. И пытается Кристалл выбраться из своей зоны через пас на Владимира Равина. Аравин бежит вперед через борт. Протакает шайбу. Сам же цепляется в борьбу. И выбивает шайбу на партнеров. Роман Макаров разворачивается. Отдает передачу на то ли на Покшина, то ли на Владимира Равина. И вот из-за этого как раз и потеряли контроль над шайбой хоккеисты Кристалла. То, что не разобрались, кому же пошла передача. Евгений Тарасов на левом фланге. Прострел на подключение Смагина. Смагин залп. Шайба попала сейчас в Бондаренко после подставления. И слишком сильный пас на синюю линию. Может очень опасный момент возникнуть. Авдонин не справился с ситуацией. Но Попов подстраховал своего партнера. Пас вперед. Хохлов в разрез. Интересная передача на Тарасова. Тот обратная передача на Хохлова. Паравин первый на шайбе. Азовцев. Аккуратно проткнул шайбу на Макарова. Тот бросает. И шайба у вратаря Рубина. Хорошей атакой огрызнули сейчас хоккеисты Кристалла. Возобновилась игра. Кристалл в нейтральной зоне пытается выбраться из-под прессинга. Ошибается. Тарасов прорывается по плевому флангу. Пауза. Бросок. Мондаренко. Вступает в игру. Шайба у него оказывается. Возобновилась игра. И Кристалл выносит шайбы из своей зоны. Сироткин. Собрал на себя внимание сразу двух. Ну там еще и третьим подкатывал. Да, Макаров. В общем даже трех игроков и отдал передачу под синюю линию. Никто из партнеров не сумел понять этого замысла. Ну вот сейчас только через борт играет 68 номер. И перевод шайбы на правый фланг. Касание было. Проброса не будет. Игра продолжается. Шайба вышла из зоны атаки Рубина. И Сироткин под прессингом соперника устремляется в свою зону. Он на вираже уходит от опеки и отдает передачу интересной на развитие атаки. Зацепен. Пас на партнера. Обработка. Бросок в ближний угол. Бондаренко зажимает шайбу. И шайба нет. Остается у нас в игре. Хотя очень было похоже на то, что она сейчас вылетит за пределы площадки. Бросок очень неточный сейчас от Хохлова. Борьба. Шайба. Остается в зоне кристалла. Но за контролем кристалла. Поэтому уже она в нейтрале. Обрезается сейчас полевые кристалла. И привозит опасную атаку к своим воротам. Бросок. Шайба идет мимо. Винни Тарасов там упал. Но все в пределах правил. И контратакует кристалл в Мишеспе. Сейчас находясь Аравин. Идет сразу на двух игроков. Скидка интересная. На вторую волну Азовцеву бросок не получается. 27 номера. И пас в набегание на Зацепина. Мачалов хорошо играет. Пресекает попытку вторжения. В атаку хоккеистов Рубина. Тем не менее второй волной получается. Зацепин бросок в касание. Встречен сейчас защитой. И выбрасывается шайба. Нет. Все-таки зона она не ушла. Как мы видим. Воропаев пытался побороться. Не получилось. Смагин. Зацепин. Какой интересный пас назад. Бросок в ближний угол. Не попал сейчас. Валерий и подбор за Зацепиным. Зацепин затерроризировал. Окончательно оборону Кристалла. Своей маневренностью. И бросок с добиванием. В исполнении Андрея Хохлова. 9-2. На ближнем пятаке разобрались хоккеисты Кристалла. Но на дальнем уже ближе к Усам никого не было. Поэтому с передачи Максима Тарасова. Андрей Хохлов отметился заброшенной шайбой. Да. Тут уже сложно что-то придумать. Чтобы Кристалл смог вернуться в игру. Но опять-таки никто же не запрещает им отвечать тоже шайбой. Вот например сейчас классный перехват от Покшина. Но справляется с ним оборона. И Просядников выбрасывает шайбу в нейтральную зону. Борьба. Которую выигрывает Роман Макаров. Передача на Ивана Покшина. Просядников играет через ближний борт. А он закрыт. Он закрыт Макаровым. Макаров обыгрывает Зацепина и бросает в дальний угол. Нет. Встречена. Это попытка защиты Рубина. Рубин как самотвежно играет. Сейчас в защите. Вы посмотрите. Падают они. Пластаются под броски. Да. Как будто это плей-офф уже. Ах. Шайба все-таки до пятака дошла. Но он хорош сейчас вратарь Рубина. Перекрыл весь низ. И не позволил шайбе пройти мимо него. Затягивается на сбрасывание. И все-таки оно состоялось. Кристалл врывается сразу же с точки в атаку. Ярсно не бьется за шайбу. Не получается. Тем не менее. Ей завладеть. И Рубин уже вот так вот. Шайба отправить в освоясь и в нейтральную зону. Проброса не состоялось. Шайбу трогать кристаллу. Если они даже до нее доберутся в зоне соперника нельзя. Поскольку положение вне игры. Пас на Авдонина. Ошибается Авдонин. Но подает уже лежа на льду. Классная передача на Евгения Тарасова. Вот дальше на Хохлов. Хохлов не имел такой хорошей скорости. Чтобы добраться до этой передачи. И пробрасывается кристалл. Крассная передача на Евгения Тарасова. Возобновилась игра. И из борьбы шайба у нас укатывается в зону защиты Рубина. На Сироткин. Пас в борьбу отдал сейчас на Зацепина. И борьбу эту Игорь не сумел навязать сопернику. И снова пас неточный на Зацепина. Но Максим Тарасов догоняет эту шайбу и бросается. Неудобно руки в дальний угол не попадает. Правда? Все равно отметим старание 91-го номера. Зацепин. Прострел. Не видит шайбу сейчас. Вратарь Бондаренко. Да. А ее увидел как раз таки Смагин Владимир. 10-2. 10-2. В концовке второго периода Рубин разрывает просто на части оборону Кристалла. На все беды сейчас на команду Кристалл посыпались. И не полный состав. Они привезли всего лишь 9 полевых у них. И у вратаря игра не пошла откровенно. А с другой стороны все летит абсолютно у хоккеистов соперника. Хотя те тоже. Не, но все-таки они привезли в два полных звена. И этого в принципе в любительской лиге достаточно. Для того, чтобы спокойно и в свою силу проводить хоккейный матч. Ну что же, продолжается игра и контроль шайбы Рубином в зоне соперника. Вот так они компактно играют в атаке. Падение. Играть можно, показывает арбитр. Хотя показалось там в скамейке Рубина то, что была подножка. Здесь столкновение уже теряет равновесие игрок Кристалла. Как будто в большинстве сейчас играет Рубин. Шайба нет, не выйдет из зоны. Остался она за контролем. Попов. И себе же подыгрывает коньком. Бросок в дальний угол метил сейчас 88 номер. Не получилось. Аравин добирается до шайбы и вырывается вперед. Аравин. Борьба. Много борьбы. Но Аравин все-таки продирается по борту. Режет угол. Вылазит из шайбы. И да, сейчас на пятачок с помощью паса на Воропаева. Эта передача пошла. Воропаев также продолжает действия своего партнера. Но передача дает неточную. Азовцев. Столкновение. Шайба переходит за контроль Рубиновых. И Максим Тарасов не делится с партнером. Делает пока все самостоятельно. Но правда против троих соперников ему тяжеловато. И поэтому шайбу он логично теряет. Просядников. Пытался обогнать Зацепина. Потом понял то, что делает это бесперспективно. И отдал возможность контролировать шайбу своему партнеру. Передача на Максима Тарасова. Тарасов пытается выйти в центр. Готовы к этому оборонам. Бросок. Последние секунды у нас идут. Второго периода. И все. Время закончилось на второй период у нас. Счет на табло. Все готово к началу третьего периода. Матч открытого первенства города Липецка. Встречаются команды. Лиги старт. Кристалл в красной форме. Против Рубина. И атакуют они неплохо. Добивание врата Рубина справляется. И попытка сейчас отдать передачу на дальнюю штангу не завершилась ничем. Контратака в исполнении Рубиновых. Прострел в дальнюю штангу. Зацепить не успел. Сироткин. Отыгрывается с партнером. И нет. Слишком мягкая передача на синей линии. Надо было пожестче. Счет у нас неприличный. Неприличный для Кристалла. И очень даже радостный для Рубина. 10-2. В их пользу не пошла игра. Во втором периоде у Кристалла. Вообще во всех отношениях. И поэтому такой счет. Тайм-аут. На какое-то время, да, может быть, на пару смен помог. Немножко прийти в себя и вырумить игру. Хоккеистом Кристалла. Но концовку второго периода также оставили за собой хоккеиста Рубина. Бросок с нулевого угла. Поворотом не приводит к успеху. Неточным он оказался. Гладаш. Нет у него прессинга. Отыгрывается он с Макаром. Макаров не на скорости. И сейчас только так. Шайба выбивается на одинокого Покшена в нейтральной зоне. Тот отдает передачу на Шматова. Нет, не точно. Все не точно. И снова шайба у Рубиновых. Максим Тарасов. Борьба. Максим Тарасов сейчас запоглядел на судью. Но тот ему показал то, что все в пределах правил. И надо продолжать борьбу. Две минуты. Роман Макаров очень хорошо сейчас поборолся у борта. Но сюда шайбы... А вот ему шайбы сейчас дарят. Но воспользоваться не удалось этим подарком. И тут еще вот ко всем бедам, да, Кристалла. Стоит еще отметить то, что приехало на матч всего лишь 9 полевых. То есть неполные два звена сейчас играют хоккеисты Кристаллы. Это очень тяжело. Но одно дело и у Рубина-то не намного больше. Но все-таки комплект у них двух звеньев есть. Перехват Покшина. Бросок очень неплохой сейчас. А в дальний угол метил под блин. Иван Покшин. Но... Виприцкий сказал нет. Очень уверенно. Причем он это сделал. Игра продолжается. Мачалов. Ошибается с передачи по борту. Раскрытый голый пятак. Добивание от Евгения Тарасова сейчас не состоится. Поскольку шайба ушла далеко к борту. Да. Сейчас очень уверенно потащил Вячеслав Бондаренко своих партнеров. И избавил. Судью информатора ставит цифру 11. Носков ошибается с передачей. Борьба. Ненужная борьба у него появляется в углу площадки. И вот так вот Рубин вычищает зону. Но Мачалов еще нужно успеть. И он успевает. Проброса не будет. Макаров. Хорошо обыграл Сироткина. И отдал передачу на Аравина. Аравин бросает ближний угол. Сироткин успел подставить клюшку. И подправить траекторию полета шайбы. Мимо ворот. Максим Тарасов ошибается. И сразу три игрока у нас проехало мимо шайбы. В итоге шайбу Макарову бросок. Не фиксирует. Каучок сейчас Виприцкий. Да. Но обошлось для него. Подбор оказался за его полевыми игроками. Зацепим. Уверенно достаточно избавил шайбу от нахождения в своей зоне. Мачалов. Обозначает прессинг Максим Тарасов. Но шайба все равно остается. Мачалов пытается прорваться сквозь из зацепина. Не получается. И шайба у Рубина. Пас. Неточный у нас Магина. Борьба. Максим Тарасов протыкает шайбу вперед на пятак. Но там никого нет. Роман Макаров. Оставляет шайбу под прессингом зацепина. И отдаёт передачу на Аравин. Аравин пытается на противоходе уйти от Сироткина. Не получается. Аравин. Наброс. Ух, какие трага. Интересно. Из-под трафика сейчас пытался поразить ворота нападающие Кристалла. Но шайба не дошла до ворот. Самотвержная игра сейчас в защите Кристалл. Ложится просто на пути к шайбе. И не позволяет сопернику войти в их зону. Зацепин. Набрал скорость. А это всегда опасно. И тут всё-таки не выдерживает он своей бешеной скорости. Падает на лёд. Теряя равновесие. Аравин. Более спокойно. Но более в силовой манере. Да. Пытается прорваться к воротам. И бросает до неугол. Но не попадает. Кристалл, понятное дело, сейчас борется. И старается выровнять игру. Но пока не удаётся им забросить шайбу под номером 3 в ворота. Рубина не расслабился. Артём Випринский. Да. Вратарь Рубина на своём последнем рубеже. Несмотря на то, что вроде бы к этому счёт обязывает. И поэтому счёт у нас на табло по-прежнему тот, который был зафиксирован по окончании второго периода. Что такое на шестой минуте третьего периода у нас удаление. Достаточно чисто командой работали. И вот сейчас... И вот сейчас уже к середине третьего периода удаления зарабатывает Рубин. Причём обоюдно. И как я понял, Валерий Смагин со стороны Рубина и со стороны... Со стороны Кристалла Анатолий Скопенцев. Интересно. 4 на 4 формат сейчас будут играть хоккеисты на льду. И Азовцев протыкает шайбу вперёд. За грубость обоих Евгений Тарасов... Нет, отдал передачу, он бросать не стал. Шайба на пятачке. Бондаренко протыкает шайбу туда, ближе к нейтральной зоне. Ладоша там сейчас, на мой взгляд, зацепили. Бросок в ближний угол. Бондаренко сопроводил полёж шайбы. Контрольным, да, взмахом ловушки. И шайба выносится из зоны. За контролем Попова он остаётся. Хорошо, он ушёл от опеки. Отдал передачу на Носкова. Тут дальше на правый фланг. Обратная передача. Носков ударная позиция. Бросок, гол. 11-я шайба влетает в ворота Кристалла. Носков, по-моему, делает... Возобновилась игра. По-прежнему команды продолжают играть в формате 4 на 4. Сироткин сейчас с шайбой. Интересный пас на Зацепина. Зацепин прорывается. Отдаёт передачу на защитника. Бросок. Встречен этот залп с защитой Кристалла. Воропаев. Воропаев. Зацепин. Пытался отыграть на лицевой борт. Не получилось. Сироткин закрывает зону. И даёт передачу в разрез, который перехватывается Покшином. Покшин. Пас в сторону Азовцева. Но не точным он оказался. Просятиков. Максим Тарасов. Передача на Зацепин. И Зацепин не выдерживает своего же виража. Включается в борьбу Мачалов. Шайбу оставляет ровно на входе в зону атаки. Покшин. Ставит корпус. Объезжает одного. Второго. Врывается в зону атаки. Бросает на противоходе. Ловя вратаря. Но не попадает в состав. В полном составах играет оба коллектива. Воропай протыкает шайбу вперёд. И снова он же. И снова Скопинцев включается в борьбу. Бросок в ближний угол. Не достиг цели. Поскольку защита Рубина уже работает. И не позволяет шайбу пройти мимо их. 2 в 1 ситуация. Пас на пятах. Читался сейчас защитой Кристалла. Потому был перехвачен. Можно попробовать убежать в контратаку. Сил нет. Но надо. Мачалов. Бросок. С которым слегка справляется. Вратарь Рубина. И что у нас перехват. Максим Тарасов предлагает себя на левом фланге. Но не было времени у Евгения Тарасова на то, чтобы отдать ему выверенную передачу. А рисковать на быстрой такой, на отмашке, да, чтобы отдать пас, он не стал. Зацепен. Владашем он сейчас обокрал. И откатывается к своим воротам хоккеиста Рубина. Начиная новую атаку через пас в центр. На Зацепина. Хохлов. Хохлов. Пас на Максима Тарасова. Заброс шайбы вперед. Пауза. Накатывает зацепенно. И все-таки передача пошла в адрес на 91-го номера. Но его там накрывали. Спокойно играет Випрецкий. И накрывает он шайбу ловушкой. Останавливает встречу. Десятая минута третьего периода матча открытого первенства города Липецка. Лига старт. Кристалл Рубин. Кристалл атакует. Аравин на левом фланге пытается как-то развить эту атаку до броска. Не получается. Свалка там у нас в углу площадки. Шайба остается в зоне. Роман Макаров. Замах. Бросок. И сработал сейчас Артем Випрецкий. Но попала ему шайба в шлем. И просит он судью остановить встречу. Надо проверить состояние экипировки и прийти в себя. Показывает он то, что ему сейчас в область левого уха попала шайба. Ну да, неприятный эпизод. Но мы видим то, что вратарь готов продолжить встречу. Упала на шайба налет. И Кристалл отрабатывает назад. Гладаш очень хорошо поработал. И шайбу оставил партнером. Макаров. Жесткий пас. Неточный на Скопинцеву. Перехват за Сироткиным. Сироткин вперед. Максиму Тарасову. Тарасов как легко уходит от одного. От второго бросает. Шайба касается закругления ворота. И продолжается атака из-за них же. Да, сейчас пытался Смагин отдать передачу на пятак. Не получилось. Шайба застрял за воротами. Максим Тарасов. Скидка сразу на двух. И не поняли друг друга. Зацепин со Смагиным. И прицки зажимает шайбу. Не рискует сейчас Артем. А ну в принципе его право. Все-таки, да, при таком счете очень даже возможно такие эпизоды, когда полевые игроки Рубина будут заигрываться и раскрывать тылы абсолютно и окончательно. А тем самым позволяя сопернику возможность убегать в опасной контратаке в ноль, что называется, против вратаря. А ну ему, Артему, и абсолютно не нужно согласнить со мной. Здесь классный пас, но в конюк. Он пошел. Бросок с неудобной руки. С ним справился Бондаренко. И готовился уже Смагин нанести бросок сходу. Ожидая, да, передачу из-за ворот не получилось. Урапаев, Сироткин. Пас на Максима Тарасова. Тарасов. Два в один ситуация. Пас на правый фланг. Неточный на Смагина. И приходится ему из угла начинать резкий прострел на пятак. Встречен защитой Кристалла. Сироткин отыгрывается с партнером. Там и Зацепин, и Тарасов на левом фланге оказались. Немножко им не хватает, на мой взгляд, понимания действий друг друга. Поскольку в этом матче, допустим, очень часто они играют на одном и том же фланге. Ну, а может быть, это специально какая-то заготовка своя. Перегружают они, да, свой какой-то, ну, допустим, левый на данный момент фланг. Для того, чтобы освободить место под, может быть, подключение защитника на правом. Кто знает? Кто знает этих любителей. Контратака 2 в 0. Виприцкий 1. Пас неточный пошел на Покшина. Атака запахла цифрой 3. Под надписью Кристалл. И только бросок. Бондаренко отражает его уверенно в угол площадки. Все как и надо. Игра продолжается. Евгений Тарасов. Сколько он уже забросил? Четыре шайбы. Роман Макаров одного пролез, а второго не смог. Сейчас же включается, отрабатывает свою же ошибку. И удается это ему. Прокидывает шайбу вперед Воропаев. Ударная позиция. И еще более лучшую позицию сейчас создал за счет дриблинга Воропаев. Но передачу отдал неточный Покшин. Но шайба втыкается в щитки Виприцкого. Да, но остается в игре. Не сумел остановить шайбу Артем. Ну, наверное, и не хотел это просто делать. Останавливать встречу, придумать вбрасывание в сезоне. Зачем? Хорошо сейчас сработал против Зацепина Роман Макаров. Покшин один оказался против сразу четверых защитников Рубина. Ну, там и всего два было. Ну, и остальные два нападающих звена Рубина тоже не смотрели на одинокого соперника. Максиму Тарасову передача. Две минуты у нас последние остались до конца третьего периода. Ну, и понятное дело матча. Тарасов аккуратно передача на партнер. На правый фланг прострел. Шайба в углу оказывается. И осталась она в зоне. На Поросятников очень хорошо постарался. Пас на Сироткина. Сироткин. Наброс в ближний угол. Шайба за контроль на Рубином. Поросятников. Наброс на дальнюю штангу. Видел он подключение Максима Тарасова. Здесь пас на Сироткина. Бросок. Бодаренко играет. Ух, как прижали сейчас Рубиновые. Бросок в ближний угол. В надежде на рикошет от экипировки вратаря. Не оправдал себя. Шайба у Бондаренко. Возобновилась игра. Наброс. Поставление Бондаренко на месте. Очень хитро сейчас действовал Рубин. И слишком, слишком сильный пас на синей линии. Не успел закрыть зону защитника. Покшен контратакует. Прострел. Ух, какой рикошет сейчас уже к щиткам Випридского. Справился Артем. 52 секунды. Вот у нас сейчас мы смотрим, да, на выведение. Последние минуты идет с отсчетом к нулевому порядку. Очень удобно по оставшемуся времени судить. Возобновилась игра на Рубин. Ошибается с передачи. Аравина сейчас контроль перешел. Бросок. Еще один лютый рикошет. Шайба по непонятной траектории взмывает в воздух. Я очутилась она в итоге на лицовом борте. Обрезается сейчас защитник, точнее, Кристалла. Шматов Сергей. И последняя атака, судя по всему, за Рубином будет. 15 секунд там остается. Нет. Сироткин очень хорошо сейчас действует в нейтральной зоне. Прерывая. Опасное подключение Ивана Покшина. Покшин. 6-5. Покшин. Есть возможность для броска. Бросок. И уверенно действует Артем Виприцкий. Ловит он шайбу. Прямо ровно в тот момент, когда на табло засверкали нули. 11-2. Рубин без каких-либо проблем справился со своим соперником в лице Кристалла. Завершаем трансляцию вел, которая для вас Сергей Рогов. До новых встреч на ледовых баталиях. Занимайтесь хоккеем. Пока.